Больше таких видео смотрите на ЮТУБЕ, потому что другие платформы не доделаны и кривой кал. Способы обхода замедления ЮТУБа в инструкции по ссылке в описании. Представьте ситуацию, когда вашу мирную размеренную жизнь нарушают огромные монстры-людоеды, пришедшие из вековых легенд, чтобы уничтожить всё, до чего смогут дотянуться. Вы обычный фермер, решивший стать солдатом, чтобы попытаться сделать хоть что-то для защиты и мести этим существам. Но впереди вас ждёт опасность, предательство и, боже мой, гигатонный кринжа, который сможет вынести далеко не каждый живущий на земле человек. Но я, к сожалению, смог. Станешь папой моей милой доченьки. Толково придумано. Возникает вопрос, как выжить в этой ситуации? Именно это мы попытаемся понять, разобрав фильмы «Атака Титанов 1» и мельком «Атака Титанов 2». С вами Вячеслав Бережной. Приготовьте свои мечи, поперчите себя, чтобы быть вкуснее, и прошу вас, наденьте хоть какую-нибудь защиту от испанского стыда. Потому что мы отправляемся туда, где люди летают, как человек и пауки, а ведут себя, как тот самый одноклассник, который думает, что он смешной, а на деле полный придурок. Итак, прежде чем мы погрузимся в эту японскую субстанцию, которую назвали фильмом, нам показывают короткий мультик вступления, чтобы кратко рассказать экспозицию. Суть в том, что за 100 лет до событий фильма на земле непонятно откуда появились некие титаны. Огромные, безмозглые, человекоподобные существа, которые сожрали большую часть человечества, став причиной конца света. Кто они такие и чего хотят, никто, конечно же, не знает. Но, забегая наперед, скажу, что я совершил настоящий подвиг и посмотрел еще и вторую часть этого шеневра, чтобы понять общую картину. И оказалось, что по здешнему лору, который, скорее всего, нахер шлет лор и аниме, и уж тем более манги, титаны появились из обычных людей, над которыми ставили эксперименты с целью выиграть всемирную гонку вооружения. Остатки человечества сплотились и возвели три концентрические стены, что позволило им наладить новую жизнь. И насколько нам показывают в фильмах, здешние стены – это прямо-таки физическое олицетворение экономического расслоения общества. Ведь жители первого уровня – обычные фермеры и работяги, жители второго – военные и торговцы, а жители третьего – привилегированное руководство, которое пользуется всеми благами цивилизации. В то время как всем остальным внушается, что прогресс и наука стали причиной упадка человечества, поэтому нужно заниматься только натуральным хозяйством без ГМО и дружно голосовать за короля. Так и прошли сто лет, за которые человеки напрочь забыли о Титанах, считая их выдумкой. Что с одной стороны глупо, ведь это все равно, что в нашем мире считать, что Третий Рейх – это какой-то миф и легенда. А с другой стороны предельно понятно, ведь за три прошедших за сто лет поколения, правительство могло запросто стереть любое образование и вбить людям в голову абсолютно что угодно. Но теперь человеки, которые больше не боятся, хотят знать, что лежит за стеной, поэтому собирают разведотряды, что не очень-то нравится правительству. Фильм же берет начало со знакомства с главными героями. Это Каскербай, который увлекается конструированием всякого ненужного хлама. Это его подруга Гульзат, чье ремесло – покраска ткани, что объясняет ее будущее поведение, ведь, как известно, для покраски, например, фетра, раньше, не имея прогрессивных технологий, использовали ртуть, пары которой вызывают психические расстройства. А это смотрящий вдаль и стоящий на невзорванной столетней бомбе Жанебек, который не может найти работу, ведь влачить существование охранника или фермера – это не для него. Да, друзья, вы все правильно поняли. Нашему Жанебеку абсолютно нечем заняться по жизни, и в поисках себя он решает стоять на старой бомбе и всматриваться вдаль. Видимо, пытаясь разглядеть в бескрайнем далеке хоть что-нибудь, что поможет ему найти работу по вкусу. Грустишь, да? Ну, да. Уволился с работы. Есть такое? А что не устраивало? Да знаешь, зарплата маленькая, и перспектив вообще никаких не было. Да, дело серьезное. Хочешь, помогу? А чем тут поможешь-то? Знаю я одно место на земле, где тебе точно помогут. И что это за место такое? Шкиллбокс. Ча? Шкиллбокс. У тебя рот бананом набит, я не слышу ничего. Скиллбокс, говорю! Ладно, объясняй. Скиллбокс — это образовательная платформа, дающая ученикам возможность выучить десятки востребованных прямо сейчас профессий, не выходя из дома. Курсы Скиллбокс занимают первое место по качеству организации обучения по версии Smart Ranking. А все потому, что курсы более чем на 70% состоят из практики, приближенной к реальности, что обеспечит выпускникам готовое портфолио и первый заработок уже через 7 месяцев обучения. А сейчас у студентов появилась возможность выучить один из самых мощных и востребованных игровых движков на рынке — Unreal Engine. Unreal Engine — это не только движок для создания крутых игр, наподобие порвавшей весь мир китайской бебезяны. Это двигло двигает еще и киноиндустрию, ведь из-за его удобства и возможностей мы получили спецэффекты в сериале «Мир Дикого Запада» и «Мандалорец». Благодаря курсу «Разработчик игр» на Unreal Engine 5 с нуля от Скиллбокс вы освоите этот движок и язык C++ и сможете рассчитывать на работу в геймдеве, киноиндустрии, архитектуре и других сферах с зарплатой от 160 тысяч рублей. 93% окончивших курс отмечают, что достигли своих целей. Курс длится 12 месяцев, после которых вы получите сертификат и узнайте основы для успешной работы по профессии. Помимо этого вы будете проходить вспомогательные курсы, чтобы, например, узнать тонкости видеопродакшена в Unreal Engine. А с деньгами что? Если ты не трудоустроишься по окончанию курса, тебе их вернут. По окончанию курсов у выпускника будет портфолио из четырех созданных игр, опыт в создании игр в собственной игровой студии Скиллбокс, Геймбокс, связи в геймдев комьюнити и навыки разработки игр для ПК, Андроид и Айос. Но у меня сейчас нет денег для оплаты этого курса. Не беда, первый платеж через шесть месяцев обучения, а зарплата джуниор-разработчика позволит окупить весь курс всего за три месяца работы. А куда мне идти-то? Внизу под видео есть ссылка в описании, туда и переходи. Кстати, ты ж подписчик Бережнова. Я и есть Бережной. А? Ну да, подписчик. Тогда тебе доступна скидка в 30% по промокоду КИНОГОЛИК. Просто переходи по ссылке в описании или отсканируй QR-код на экране и начинай познание новой востребованной профессии. Но у меня тут ни телефона, ни компа нет! Сори, бро, твои проблемы, а я полетел. Ну так вот. Жанебек, перепутав бомбу с мечом, пинает ее, что открывает рисунок полуголой женщины на фоне океана. Но два наших парня, те еще инцелы и замечают лишь океан, который мечтают увидеть. Видимо, красивой полуголой женщиной в этом мире никого не удивить. Чтобы посмотреть на океан, они пытаются проникнуть на запретную охраняемую стену, чтобы наверху либо увидеть воду, либо свершить мечту Тириона. И нужно сказать, что стена охраняется теми еще придурками, которые зря получают свою пайку. Ведь глядя на них, вспоминаешь свой детсад-солнышко, но никак не армию. Но и герои не остают развития от этих дебилов, и дойдя до основания стены, решают встать во весь рост и начать чесать ртами. Конечно же, их замечают и пытаются задержать и даже убить, но приходит начальник охраны от Ахасы, который по знакомству отмазывает героев. Ну и потому, что он знавал мамашу Жанебека, о чем сам с гордостью говорит. Помимо этого очень важного факта, ОТАХАСЫ рассказывает, что впервые за 100 лет они собирают разведотряд для исследования мира за стеной и приглашают вступить в него шеложопого Жанебека. Но тут случается неожиданное, ведь стена начинает шататься под натиском появившегося из воздуха супер-мега-кальянного титана, который намного выше и сильнее обычных титанов, и поэтому без труда пробивает ногой брешь в стене. Параллельно вопя от боли, ведь наверняка не один раз ударился мизинчиком во время этого процесса. После он просто исчезает, давая своим обычным собратьям проникнуть внутрь и устроить себе шведский стол. Итак, вот АТАКА ТИТАНОВ и случилось. И мы с вами можем наблюдать полное отсутствие какой-либо готовности к ней как со стороны военных, так и со стороны простых граждан. Военные бесполезны, ведь их пушки были направлены не на стену, а от нее, чтобы защищать ее от всяких там вандалов. К тому же, несмотря на наличие на стене дозорных башен, ни один из солдат за эти сто лет даже и не думал ими воспользоваться, чтобы хотя бы просто увидеть титанов издалека, чтобы их существование перестало быть мифом, а стало фактом. Я уже молчу про то, что, зная о бессмертии титанов, и об их единственном уязвимом месте сзади на шейном позвонке, на самой стене не оказалось ни единого орудия. Что бы, если эти юродивые все-таки прорвутся внутрь и пойдут вперед, сзади их могли бы обстреливать из тех же самых пушек, имея хоть призрачную надежду попасть в их точку G. Что же да граждан, то и здесь я не могу понять, почему за сто лет запугивания титанами со стороны правительства не было разработано вообще никакого плана эвакуации и спасения в случае нападения. За сто лет никто не вырвал спасительных бункеров, чтобы прятаться, и никто не продумал, как и куда организовать людские потоки. Складывается ощущение, что правительство просто запугивало народ сказками о злых титанах, не предпринимая вообще никаких действий, чтобы эти свои сказки подтвердить. Ведь если вас постоянно пугают ядерной войной, то для усиления эффекта пренепременно будут еще и учить, как надевать противогазы и как рыть бункеры. Ведь иначе все эти слова это просто лепят. И забегая наперед, я проспойлерю вам главный поворот, который покажет нам во втором фильме. Этот супер-мега-кальянный титан – один из высокопоставленных генералов в правительстве, который, как и некоторые другие люди в этой вселенной, умеет превращаться в титана, что типа редкий дар. И он специально сделал брешь в одной из стен, чтобы таким образом запугать титанами народ, который вновь объединился бы под эгидой правительства. А то за сто лет мирной жизни народец как-то перестал верить в титанов и руководство, которое якобы спасает их от опасного внешнего мира. И апогеем этого настроения стала инициатива собирать разведотряды, что могло бы пошатнуть авторитет правительства. Ведь тогда выяснилось бы, что титаны хоть и существуют, но помимо них существует и внешний мир, который не такой уж и страшный, как его молюют. Хотя, блять, что значит не такой уж и страшный, если там повсюду бродят стометровые людоеды, от которых не спрятаться и не убежать? И единственное безопасное место, и это факт, находится в пределах возведенных стен. По крайней мере, так говорит фильм. Так что мне кажется, что правительству не стоило устраивать эту катастрофу, а стоило просто организовать бесплатные экскурсии на стену. Откуда были бы видны все эти титаны, которые напугали бы всех людей и без того, чтобы лишаться плодородной земли первого застенка? А в придачу еще и получать тысячи беженцев, инвалидов, гуманитарную катастрофу и новых солдат, которые в случае чего могут и бунт устроить. Хотя дальше нам покажут, что с той подготовкой, которую дали этим солдатам, их максимумом был бы карманный митинг, но никак не бунт со свержением власти. Короче, бред полнейший. Ну и происходит без иронии лучшая сцена двух фильмов. По первости, конечно же, приходится щуриться от кринжа, который исходит от этих титанов, чье место прямиком в кунсткамере. Но потом кринж отходит на второй план, ведь нам показывают всю беспомощность людей и акцентируют внимание на отдельные эпизоды их ужаса. И снята эта заварушка человеков и компьютерных уродов очень даже хорошо. Если бы оба фильма были выдержаны в таком тоне, то я бы даже закрыл глаза на тупость сюжета, но фильмы только хотят казаться серьезными. И уже скоро нас ждет неперевариваемая доза испанского стыда в промышленных масштабах. Но пока что, по правде говоря, мне даже хочется похвалить внешний облик титанов, в особенности вот этого милого хрюкалу, эту бодипозитивную женщину, эту улыбаку и этого Маркуса Рула. Носите хейдеров, только с мазиком. У них шутки горькие. Стрелях с меня! А-а-а! Стрелях с меня! Стрелях с меня! Но чего хвалить мне точно не хочется, так это поступка Женебека и Гульзат. Ведь они, видя в паникующей толпе незнакомую женщину с ребенком, рвутся ей по мощь, что становится причиной того, что Женебек оказывается закрыт в церкви, а Гульзат остается на улице с ребенком. Ну и появляется улыбака, которая якобы убивает Гульзат с ребенком. После чего Женебек выходит из церкви и вовремя. Ведь защита бога еще редко, когда спасала от настоящей опасности. Титаны вскрыли здание, как консерву, скушав всех человеков. Проходит два года и нам показывают, что выжившие и осиротевшие Женебек с Каскарбаем вступили в ряды Кринж-армии под руководством генерала Крабса. Внешняя стена в районе Монзен не выдержала нападения титанов. Добрый вечер, я мистер Крабс. Я люблю деньги. И поехавший по всем осям дурый командирши. Ведь у нас есть устройство пространственного маневрирования. Миссия этого отряда самоубийц добраться до запаса взрывчатки в первом кольце и подорвать стену таким образом, чтобы обломки засыпали проход, что закроет новым титаном дыру в столовую. Для этого у них есть устройство пространственного маневрирования, которыми не умеет пользоваться вообще ни один из прошедших два года обучения солдат. И мечики, чтобы, добравшись до точки G-титана, перерезать ее, что для них смертельно опасно. Но пока что время ужина, на котором герои встречают опустившегося со звания капитана до звания бухого разносчика еды от Ахасы, что вполне логичный карьерный рост с его командирскими навыками. За столом, пока Каскарбай зачем-то рассказывает присутствующим план по подрыву стены, о котором, по идее, все должны были получить инструктаж, мы знакомимся с еще парочкой персонажей, среди которых классический задира Алибек, толстокожий добряк Ербол, просто какая-то девка и, ёп твою мать, самый отвратительный персонаж в этом фильме, которая могла бы посоревноваться отвратительностью со многими титанами. Вот это вот жирунья. В принципе, все эти персонажи не нужны шлак и мусор, так что забейте. Наступает ночь, и так как титаны предпочитают отсыпаться и плохо видят в темноте, отряд выезжает на миссию на трех БТРах. Они едут без проблем, но тут кто-то зачем-то принимает решение остановить колонну и отдает приказ провести разведку вообще всем. Увидев, что перед ними просто коровы, которых титаны не едят, отдавая предпочтение только человеченке, капитан приказывает всем вернуться по машинам. Но просто какая-то девка решает послать нахер приказы от высшего по званию и, находясь на территории врага, уходит куда-то, заслышав где-то плач ребенка. Конечно же, за ней отправляется Жанны Бек, и вдвоем они находят ребенка размером с Белас, который начинает истерить, что пугает героев и будет спящих в округе титанов, которые уже стремятся принять поздний ужин. Понимая, что он подобрал в армию самых настоящих олухов, генерал Крабс приказывает дать по газам и бросить не успевших добежать до БТРов солдат, которые почему-то забывают про свои крутые УПМы и не хотят цепляться, от погони. Тут Каскарбай спотыкается и случается самый настоящий пиздец, масштабы которого вы должны оценить самостоятельно. Да, наш Ербол либо обладает силой богов, либо титаны на вес как перья. Либо же создатели ебанулись и посчитали, что перенос возможных действий из аниме в фильм хорошая идея. Но нет, мультики, они на той мультике, а в фильме логика нужна. Итак, давайте проговорим сразу. Весь бред и вся глупость, связанная с действиями персонажей в этом фильме, это результат хитрого плана генерала Крабса, согласно которому с помощью никакого обучения и подобным суицидальным миссиям все способное к какому-либо сопротивлению и бунту населения будет уничтожено, что позволит правительству продолжать сидеть на своем троне и не бояться, что к ним приедет какой-нибудь взбунтовавшийся ЧВК, чтобы сместить их. И это не мои догадки, а слова из второго фильма. А это значит, что нечему тут удивляться, что за два года обучения эти солдаты выучили разве что какую-то теорию, но ни разу так и не практиковались. И это озадачило бы любого, но только не наших героев, которым плевать на то, что их ведут на убой без знаний и умений как сражаться с противником. Да какие знания и умения по убийству титанов эти солдаты за два года даже монштру не прошли и позволяют себе посреди важнейшей миссии нарушать приказы и идти в какую-то жопу просто потому, что им так захотелось. Это фильмосодержащая японская масса пока еще не заканчивается, ведь появляются суперсолдаты в лице капитана Сашими и выживший, но забывший всех друзей Гульзат, который вдвоем спасают героев, убивая титанов, чтобы потом просто улететь по своим делам от охреневших Каскарбая и Жанебека. Так все и добираются до хранилища со взрывчаткой и при его погрузке Жанебек заслуженно отхватывает от Алибека за то, что из-за того, что они с девкой нашли ребенка, их отряд чуть не был пущен на колбасу. Случается громкая драка двух солдат в окружении врагов и на глазах у руководства и других солдат. И лишь Гульзат решает успокоить их громкое траханье, чтобы потом пойти и начать играть на пианино, выш не на прогулке, а на территории врага, который не глухой тетерь. Ну почему? Каждый из героев таки напрашивается на то, чтобы стать закуской и подставить остальных. Гульзат рассказывает Жанебеку, что ей удалось спастись, потому что улыбака сломал зубы о ее стальной пресс. Их разговор прервает капитан Сашими, который всеми своими действиями дает понять Жанебеку, что это стоило занято и шел бы он отсюда. Что он и делает, выходя на улицу и крича во все горло, чтобы быть съеденным титанами. Вновь, сука, подставляя свой отряд и всю миссию, ведь в этом же доме происходит погрузка в дырчатки, блеен. Но на его крики приходит не титан, а та самая какая-то девка. И лучше бы это был титан, ведь эта девка затаскивает Жанебека в дом и пытается без шуток взять героя силой со словами «ты будешь папой для моих детей». Ёптвою, я был бы рад, если бы это была шутка, но это правда показывают на серьезных щах. И от лишения анальной девственности нашего Жанебека спасает появившийся дракон, то есть титан, который, почуяв нарушение главного запрета в фильмах ужасов, никогда не заниматься сексом, просыпается и съедает какую-то девку, чему наверняка очень радуется Жанебек, ведь не придется теперь обременять себя ее прицепом. Внезапно оказывается, что отряд вообще-то окружен и в панике все пытаются сделать хоть что-то, чтобы защитить взрывчатку. Хотя она титанам вообще не нужна и все, что требуется для ее защиты, это улететь на своих тросах куда-нибудь в другую сторону, ведь титаны хотят кушать, а не взрывать. Дальше случается сцена, цельно рассказать о которой не смог бы даже такой мастер-слога, как Шекспир. Ведь на экране происходит сумбурище, все начинают летать на тросах, пытаясь убивать титанов, но успешно это делают лишь два суперсолдата, которые могли бы самостоятельно перебить вообще всех здешних титанов, если бы захотели. Вдобавок к сумбуру мы имеем еще одно подтверждение тому, что режиссер хотел снять черную комедию в духе очень страшного кина. Ведь какая-то рандомная девка пытается поднять своего парня с земли. К ней подходит от Агасы и на ее вопрос «А жив ли он?» он отвечает, что к сожалению нет. И нам показывают, что у этого парня вообще-то нет ничего ниже пояса. Этот фильм мог бы стать комедией или серьезной военной драмой, но решил стать серьезным говном. А дальше какой-то неизвестный предатель решает угнать взрывчатку, чтобы не дать миссии окончиться успехом. А то ж она, блядь, к успеху прям мчится. И к этому пугалу в машину забирается та оставшаяся с половинкой мужика девка. Она кидает в кузов факел и выкидывает пугало, чтобы со словами «И я убью всех титанов» протаранить одного титана, спровоцировав подрыв всей взрывчатки. Не убив по итогу даже этого одного титана. А значит, миссия невыполнима, чему очень не рад Женебек. Решающий потрахающий уши дабстеп полететь и попытаться убить хотя бы одного титана. И он вроде как даже убивает одного, но тут же попадает прямо в рот к другому, который откусывает ему один кирзач и отправляет в полет, который закончился бы смертью для любого. Но Женебек, спойлер, мальчик особенный не умрет вот так просто. Тут и Каскарбай попадает в руки титана и уже вот-вот будет съеден несмотря на всю бесполезную помощь от всех персонажей. Но появляется безногий Женебек и достает друга изо рта этого Кинг-Конга, жертвуя собой и оставляет себя лишь откусанную руку, которую Каскарбай заботливо завернул в тряпочку, чтобы показать ее гузат. И то идет мстить, но этого делать не приходится. И я знаю, что скатываюсь в простой пересказ этого говна, но ребят, тут просто не о чем больше говорить, ведь происходящее на экране это просто какой-то цирк с конями. И как будто бы нам мало всего бреда создатели добавляют финальный штрих говном по экрану. Каким-то образом, вот вообще непонятно каким именно, потому что никто не объяснит этого ни в первом, ни во втором фильме, а лезть в аниму для поисков ответов после просмотра этого шедевра я как-то особо не хочу. Съеденный и смертельно раненый Женебек в пузе Титана вместо того, чтобы перевариться в каловую массу, решает стать Титаном и разорвать этого пухлю изнутри. После чего он показывает всем Титанам их место в пищевой цепочке, просто убивая всех, кто попадется ему под руку. Лучше б я пересмотрел драку гигантского стетхэма среди декораций, сделанных для школьной постановки, чем вот это вот все. Бля. Короче, эта жертва стоматолога разбирается со всеми Титанами, и тут ему становится так плохо от сюжета, что он теряет сознание и падает. Тогда вот Агасы, непонятно откуда знающий про тонкости перерождения человека в Титана, приказывает вырезать у Титана шейный позвонок, иначе Женебек навсегда останется таким большим кринжом. Так Гульзат и делает, возвращая Женебеку привычный образ, да еще и с новой рукой и ногой, что не может не радовать, и на этом фильм кончается. И чтобы вы не просили меня разобрать вторую часть, потому что мне хватило одного ее просмотра, и больше я никогда не смогу набраться мужеством для повторения этого подвига, вот вам настоящая концовка. Герои вспоминают о той самой бомбе и пытаются подчинить стену с ее помощью. В чем им сначала будет мешать, а потом и поможет, потому что просто, блядь, так капитан Сашими, который тоже перевертыш и пожертвует собой, убив генерала Крабса, что закроет пробоину. А герои, забравшись на стену, так и увидят океан, о котором так мечтали. Вот и сказочке конец. Вот так мы выжили в фильме Атака Титанов. Пишите в комментариях, как бы вы действовали на месте главных героев. Проверяйте активность в виде лайков и подписок. Становитесь спонсором на Бусти, заходите в мою юрту в Телеграм и подписывайтесь на мой игровой канал. С вами был Вячеслав Бережной. И напоследок, если аниме хоть в чем-то похоже на эти два фильма, то я отказываюсь смотреть ее даже под угрозой смерти.